Предвзятое отношение Конгресса США к Азербайджану стало болезненным синдромом. Сегодня всплыла группа проармянских политиков и организаций, которыми они руководят, которые каждый раз проводят кампанию клеветы на Азербайджан с предвзятыми заявлениями. Итак, американский политик, являющийся представителем США от 16-го избирательного округа Калифорнии в Конгрессе, Анна Эшу продемонстрировала свой армянизм последним подготовленным заявлением. Член Палаты представителей США, армянка по происхождению Анна Эшу в соавторстве с другим проармянски настроенным членом Палаты Кристофером Смитом выдвинула предвзятую резолюцию против Азербайджана под названием «Осуждая Азербайджан за проведение кампании этнических чисток против армянского населения Нагорного Карабаха». Следует отметить, что этот проект является одним из серии других клеветнических проектов, предложенных против Азербайджана в Конгрессе США. В тот день, когда Эшу и Смит выдвинули проект резолюции, группа правозащитных организаций, в том числе Freedom House, Международное партнерство по правам человека, Фонд развития демократии, НПО «Защита прав без гранит», Фонд развития и защиты права, Фонды открытого общества и другие, выступили с кратким изложением доклада, о заглавленном «Почему в Нагорном Карабахе нет армян». Это показывает, что черная сеть координируется из того же центра, что и подкупленные члены Палаты представителей США. Кроме того, учитывая, что руководители организации армянского происхождения, об этом вообще не стоит говорить. Возникает интересный вопрос. Как получилось, что за 30 лет такие институты, как Палата представителей США, Freedom House и Фонд Сороса, хранили молчание по поводу ракетных обстрелов и гибели мирных людей в городах Гинджа и Барда, почти одного миллиона азербайджанцев, которые стали беженцами и вынужденными переселенцами из своих родных мест, хаджалинского геноцида, этнических чисток в городах Аглы, Агдабани, Башибеля, Баганисейре, Балыгая, Туге. Почему они обвиняют Азербайджан в проведении этнических чисток против армян без каких-либо оснований и угрожают нашей стране международным уголовным судом вместо того, чтобы рассмотреть приведенные выше факты? Разве они не знают, что эти клеветнические проекты резолюции наносят тяжелый удар по репутации США в Азербайджане? Такое их поведение является примером предрассудков, лицемерия, политического заказа и двойных стандартов, и такое лицемерие по праву приводит в ярость азербайджанскую общественность. Азербайджан неоднократно демонстрировал миру все доказательства об армянах, добровольно мигрировавших из Карабаха в Ереван, и сегодня напоминает им об этом снова и снова. Жители Армении, поселившиеся в Карабахе осенью прошлого года, добровольно покинули территорию, о чем неоднократно заявляли они и премьер-министр Армении. Здесь не может быть и речи об этнической чистке, тех кто хочет найти факты этнической чистки и депортации, может заинтересовать судьба сотен тысяч азербайджанцев, депортированных из западного Азербайджана. Даже сегодня они не могут поехать в свои родные Гойча, Дарилайс и Еревань, в свои дома. Конгресс США знает, что такими клеветническими листками бумаги невозможно сбить Азербайджан с его пути. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность ценой крови и жизни, достойно вел себя на войне, и мирные люди никогда не были целью азербайджанской армии. Странно, но палата представителей США годами хранила молчание по поводу разрушений и мародерства, проводимых армянами на освобожденных территориях в течение 30 лет. Проблемы бывших беженцев и перемещенных лиц, заражение освобожденных территорий более чем полтора миллионами мин и неразорвавшиеся бомбы не касаются таких институтов Соединенных Штатов. Мы удивляемся, почему они молчат об этом, закрывают глаза и более того, несправедливо обвиняют Азербайджан в проблеме, которой никогда не было. Если дело дойдет до настоящей этнической чистки, то право голоса имеет Азербайджан. Всем и всему миру известно, что азербайджанцы в Западном Азербайджане и Карабахе подверглись этнической чистке, но резолюции по этому поводу не готовятся. Напротив, эти организации и политические круги всегда используют двойные стандарты в отношении Азербайджана. Заявления об этнических чистках в Карабахе являются ложью и клеветой. В качестве примера можно привести так называемое обращение политических сил Арсаха и гражданского общества к мировому сообществу от 23 декабря 2023 года. В петиции четко указано, что армяне не хотят жить под азербайджанским флагом, и с этим связано их общее решение покинуть Карабах, мы исключаем возвращение под юрисдикцию Азербайджана. Даже Пашинян сделал аналогичное заявление 21 сентября, в День независимости Армении, отметив, что в ходе антитеррористической операции гражданское население не пострадало. 2 октября 2023 года он не использовал термин этническая чистка, когда говорил об армянах, переселившихся из Карабаха, на заседании правительства. Это еще раз показывает, что предвзятый доклад, представленный в Конгрессе США, является политическим заказом и инструментом внутренней пропаганды перед выборами в США. И республиканская, и демократическая партия готовится к президентским выборам, которые состоятся осенью, и очевидно, что голоса армянского лобби важны для обеих партий. Это означает, что этот фактор также сыграл свою роль при подготовке резолюции.